Привет всем зрителям моего канала и просто случайным зрителям. Сегодня я хотела бы сделать такое болтологическое видео. Недавно прочитала интересную статью, которую написала Кимберлин Бойс. Это девушка, которая ведет свой влог, письменный влог для людей, которые приехали жить в другую страну. Мне очень понравилась эта статья и я хотела бы поделиться своими мыслями и обсудить ее с вами. Статья называется «10 вещей, которые меняются, как только вы начинаете жить за рубежом». Здесь она описывает 10 пунктов, которые, по ее мнению, касаются каждого, кто так или иначе по той или иной причине приезжает жить в другую страну. И я хотела бы пройтись по каждому пункту, рассказать, как это было у меня. Также я оставлю ссылки на статью, как в оригинале, так и в русский перевод ее. Под этим видео обязательно прочитайте. Статья очень позитивная. В принципе, что меня и натолкнуло на снятие этого видео и обсуждение этой темы с вами, потому что очень много, так скажем, негативных каких-то статей или отзывов о жизни за границей, как это тяжело, как это сложно здесь жить, как сложно пытался переезд и так далее. Но эта статья, это такой сборник больших-больших плюсов. И даже не сказать, что это плюсы, просто это то, что меняется в вашей жизни. Но это, мне кажется, примеры большого. И первые в списке — это пункт, который звучит так. Вы постоянно учите новый язык и при этом забываете старый. То есть она говорит о том, что так или иначе, как бы вы хотели или не хотели этого, живя в другой стране, вы учите новый язык в любом случае. Какие-то слова, какие-то фразы. Даже зайдя в магазин, вы видите какие-то предметы, которые хотите купить, их название. В любом случае это откладывается у вас в голове, даже если вы не используете этот язык в повседневной жизни. А по поводу «забывайте старый» — это для людей, наверное, больше, которые здесь общаются только за границей, я имею в виду, на иностранном языке. И, в принципе, в какой-то степени могу про себя сказать. Я общаюсь только на турецком, живя в Турции. Но, в принципе, и русский язык я использую довольно-таки часто в общении со своими родственниками, друзьями. В принципе, каждый день. И не могу сказать, что я его забываю, но вот были такие смешные ситуации, когда я приезжала на родину, и какие-то фразы просто улетали у меня на турецком языке. Не то, чтобы я забыла, как это на русском, но вот вылетали у меня турецкие фразочки. Просто привыкаешь уже разговаривать на иностранном языке, и кажется, даже когда приезжаешь на родину, тоже, что ты должен вот только на этом языке говорить. Второй пункт — это чемодан станет не просто удобной сумкой для вещей. Здесь она имеет в виду то, что она думала, что будет чемодан пылиться где-нибудь на верхней полке вашего шкафа, и никогда больше вы его не достанете. Но на самом деле путешествовать стало довольно-таки легко, и чемодан в любом случае вам пригодится еще и еще. Насчет себя могу сказать, что, в принципе, мне все равно нелегко сменить место жительства, так скажем. Не могу сказать, что я вот такой человек. Я обожаю путешествовать, но тем не менее дом есть дом, и менять постоянное место жительства я бы не хотела. То есть это не поездка, это ваша жизнь. Здесь Кимберлин утверждает, что когда вы будете приезжать на родину, ваши родные или ваши друзья, где-нибудь знакомые, я буду спрашивать, как же ваша поездка, как проходят дни в вашей поездке, но на самом деле люди, которые воспринимают это как поездку, другие люди, а для вас это жизнь. То есть вы не в поездке, вы здесь живете, и это ваш дом. И не для многих это, точнее, не для всех это сразу становится понятным, что вы не просто в поездке, вы уехали навсегда, вы уехали жить в другую страну. Насчет себя могу сказать, что, в принципе, меня никто не спрашивал такие вопросы, и все понимают, что я уехала жить сюда, возможно, потому что я уехала по определенной причине, я вышла замуж здесь, и понятно, что здесь моя семья, и здесь мой дом. То есть это не просто для меня поездка, это действительно моя семья. Через 10 лет, даже через 20 лет я лично всегда перевожу, до сих пор, спустя полтора года жизни здесь, всегда перевожу цены, которые в магазине, в валюту, которая у меня была дома, то есть гривны, даже несмотря на то, что сейчас курс доллара просто бешеный, вообще это не имеет смысла, потому как в Украине, естественно, поменялись цены, а в Турции, в принципе, не особо, поэтому сравнивать их сейчас в данной ситуации смысла нет. Но, тем не менее, я всегда, всегда, всегда знаю курс валют на текущий день, всегда смотрю, как упал или поднялся доллар по отношению к лире, по отношению к гривне, и действительно это преследует меня всегда при любых покупках. Грань между нормальными странами отныне навсегда будет немного размытой. Это, конечно же, стопроцентная правда, потому как то, что считается нормальным у вас на родине, здесь, в другой стране, может считаться ненормальным или немного ненормальным, то есть непривычным. И также и наоборот. Особенно, что касается, допустим, меня, и если сравнивать Турцию и славянские страны, то это абсолютно, конечно, две разные, два разных мира. Здесь просто-таки всё другое, мне кажется, и культура, и религия, естественно, связанные с этим моменты, которые вы можете видеть на улицах города, где вы живёте. Поэтому, конечно, для меня какие-то вещи уже не кажутся такими странными, как казались бы, если бы я встретила их свои. Даже такие банальные вещи, как, например, то, что двери здесь открываются в другую сторону, если вы входите, то вы должны дверь толкнуть от себя, если вы входите, то потянуть на себя. У меня в Украине это всё наоборот, двери в квартире открываются в совершенно другую сторону, в магазинах точно так же. И много ещё вещей. То, что здесь во многих домах нет отопления, как здесь относятся к детям, тоже это всё отдельная тема, и это всё очень странно для нас, для жителей славянских стран, для жителей Украины, но для турков это всё привычные вещи, которые годами, из года в год повторяются, и они так живут. Поэтому, конечно же, для меня это было когда-то ненормальным, но сейчас это уже тоже привычные вещи. Время в разных странах измеряется по-разному. Имеется в виду время, которое... отношение ко времени у коренных жителей этой страны. У турков, например, мне кажется, что не особо какие-то есть такие принципы, вот, чтобы спешить, допустим, они этого не любят. Не могу сказать, что они постоянно опаздывают, но и спешить люди не будут. Если, допустим, вам сказали, что выйдут через 5 минут или встретятся через 5 минут, это может пройти и 15 минут. Но, к счастью, здесь это в пределах такого разумного, я бы сказала, и каких-то таких часовых ожиданий здесь не бывает. Чему не скажешь о каких-то сервисах, типа, вот, например, подключение интернета, тех же, там, допустим, какой-то доставки или же, ну, вот, таких каких-то бытовых вещей очень часто приходится названивать им по нескольку раз и спрашивать, где же моя доставка, где мой интернет, почему до сих пор этого не сделано, и вас будут кормить завтра, я кормлюсь еще очень долго. Поэтому так вот, здесь тоже к этому постепенно привыкаешь. Слово «рутина» исчезнет из вашего лексикона. Это тоже, можно сказать, что на 100% правда, потому что здесь, мне кажется, в другой стране все по-другому, каждый день вас просто переполняют будут эмоции какие-то, и выйдя на улицу, вы постоянно будете видеть что-то новое для вас, как это можно назвать рутиной. Мне кажется, что-то никогда не станет для вас рутиной. То, что вы видели каждый день в своей стране, да, это каждый день вы ходили на одну и ту же работу, допустим, по одному и ту же пути, что никогда вас не удивляло. Но здесь, даже если вы будете работать вот так вот каждый день, ходить по одному и ту же пути, все равно вы будете встречать каких-то людей или какие-то замечать детали, которые будут для вас необычными. И это будет повторяться каждый день. Поэтому слово «рутина» здесь, мне кажется, явно будет забыто. Вы потеряете все, но это не будет иметь большого значения. На самом деле, при переезде в другую страну так оно и есть. Вы не захотите, естественно, брать с собой все, что было накоплено вами годами, и просто увидите, что все ваши вещи, важные вещи умещаются в несколько чемоданов, просто потому что у вас нет выбора. Вы не можете взять больше, допустим, если вы летите на самолете. Поэтому вы возьмете все самое главное. И в принципе, вы потеряете все остальное, естественно. И все остальное имеется в виду не только какие-то материальные ценности. Вы потеряете привычки свои, то есть привычные, допустим, кафешки, рестораны, улочки, которые вас окружали. Все это привычное окружение вы потеряете. Но потом просто осознаете, что это в принципе не так уж и важно, все эти материальные ценности. Важнее какие-то впечатления копить, какие-то новые эмоции в себя впитывать, чем вот эти материальные вещи. И когда вы будете, возможно, бережать в следующий раз, у вас, мне кажется, накопится еще меньше вещей, которые у вас в принципе... В принципе, это такой пункт, который всегда упоминают против того, чтобы перейдеть в другую страну. Это то, что вы все потеряете, у вас там не будет ничего. На самом деле это не так. Вы, если человек за головой, с умом, то сможете и в другой стране. Вы же не просто так туда едете как-то развить себя. У вас будет просто все другое. Не такое, как было на родине, но это не значит, что оно будет хуже. Я уверена, что это будет лучше, поэтому почему бы не попробовать, если есть такая возможность. Теперь будет казаться, что возможно все. Если вы уже решились на такой шаг, огромный шаг, переехать в другую страну, и для меня вот лично, я вообще по натуре такой консерватор, я никогда в жизни себе представить не могла, что я перееду жить в другую страну. Для меня привычный круг общения, привычная обстановка, привычный дом, все это было очень-очень важно, и честно, я до сих пор в шоке, что я решилась на этот шаг и переехала. Но если уж я на это решилась, то действительно возможно все, и как-то переехать еще в какое-то другое место, если, допустим, мне судьба предоставит такой шанс, то будет уже намного легче, потому что я знаю, что это реально, что это возможно, что ничего страшного в этом нет. И естественно, это все не так просто, но ничего сложного в том числе, станете другим. Вначале будет, конечно, очень сложно, и вам каждый день придется, возможно, бороться с собой, перебарывать какие-то свои страхи, просить помощи у незнакомых людей, просить какой-то поддержки, возможно. Но когда адаптируетесь, у каждого свой период адаптации, это может быть пара месяцев, может быть несколько лет даже, то вы поймете, что вы стали совсем другим человеком, и способны вы на гораздо большее, вы приобрели такой колоссальный опыт, который некоторые не приобретают за всю свою жизнь. И мне кажется, это ни с чем не сравнить, и это может почувствовать только тот человек, который это пережил, то есть который переехал в другую страну, где все по-другому, где другой язык, где другие нравы, где другие принципы. Вот когда вы освоитесь и поймете это, тогда вот наступит у вас чувство такой эйфории и удовлетворенности своей жизни в другой стране. Конечно, наступает не сразу это чувство, и вы не сразу полюбите, допустим, другую страну, но через какое-то время, я уверена, это случится, и дай Бог каждому пережить вот это вот чувство такое, которое, несмотря на то, что вы будете безумно скучать по родине, естественно, по своим родным и друзьям, но и другая страна станет для вас чем-то таким близким, и вы не захотите уже, возможно, отсюда уезжать. Это было все, что я хотела рассказать об этой статье, надеюсь, вам было интересно, обязательно, обязательно прочитайте ее, если вы владеете английским, прочитайте ее лучше в оригинале, выделите какие-то пункты для себя, потому что она, ну, очень такая позитивная, и она вдохновит вас, возможно, и если вы еще думаете или сомневаетесь, переезжать ли в другую страну, она вас, я уверена, подтолкнет к этому шагу, и вы примете правильное решение. Всем спасибо за просмотр этого видео, увидимся очень скоро, пока-пока!